всем доброе утро у нас завтрак что мы вас видим лишницу на шкварках яичницу на шкварках и сырники и здесь у нас кофе 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 на подходе бы его не проследить ответственный момент и сейчас собираемся и едем в заволжье сегодня у нас такой солнечный вроде бы как денек на солнце сейчас перейдет сюда кофе закипает дождь ожидается вечером дождь вечером вечером мне придется ехать домой даже днем они вечером да может там останется будет творить там чудеса линолеум надо поднимать убирать и все продолжать в том же духе что и с той комнатой так ну и вот такая вот красотища приятного нам аппетита ну и всем кто за столом мы в заволжье уже перетаскиваем из той комнаты в общем мебель там уже конечно переносили грузчики приходили еще в прошлый выходной но сейчас вот переносим на ту всякую мелочь снова раз смещаем теперь в этой комнате муж у меня трудятся трудятся я ему помогаю все вот и с одного места в другое под делать ремонт конечно очень сложно даже вот когда здесь не живешь все равно вот это вот таскание этих вещей чем половина выбросили половина туда перенесли сейчас вот эту стиралку надо снова в прихожую в этой квартире ванны маленький стиралка не убирается мама вот она такая на 6 килограмм бош такая вот широкая вот этот вот музыкальный центр который еще от нас когда-то панасоник перекочевал к маме она с удовольствием слушала здесь диски любимые свои золотое кольцо какие-то народные садко я уж очень нравился танцам и парни там молодые эти народные песни поют как здорово вот и сейчас придет вот этот грузчик который один из грузчиков которые помогали нам с мебелью он у нас просил этот вот центр не отдадите но не продадите ли вы мне ну мы так говорим подумаем ну а так куда он нам в общем-то он и не нужен мы не слушаем музыку хотя здесь хорошие колонки там она громко играет но нас еще здесь также перекочевавший от нас есть биби кей да там он уже он по моему он 3d читает а этот вот 3d mp3 господи 3d я уже совсем заболталась mp3 по моему здесь не читает 4 ну вот эти вот диски то ну ладно в общем какие-то читает какие-то не читает я уже даже забыл какие тут mp3 по моему спорить не буду спорить напишите кто какие бывают диски по моему mp3 ну ладно в общем у нас тут это на случай биби кей он такой узенький тоненький одна колонка на случай если что-то послушать а также мы вообще только с ноутбуками с компьютерами и уже в этой тех нет никакой надобности муж полез занавесочки снимать вот попробуй там это как она вынимается или прям сделали же самому этому к самой стене и скорее всего нет или ножом просто как-нибудь обрезать все получится ой господи член в кпб бывшего бывших членов не бывает в кпб ой ну в общем вот так все тут вот это вот тоже махина это из прихожей от в общем от прихожей это паука пылесобиратель такой стол сейчас и вот этот вот линолеум надо будет все может остается снимать что-то у меня простыл немножко а вчера на озеро пошли же он весь раздетый такой горит на улице тепло 14 градусов 14 градусов но хорошо я путь оделась и то шапки надела как там капюшон надену жарко капюшон сниму как-то дует в затылок вот ветер какой-то холодный а он у меня в одном спортивном костюмчике думает что если купается в холодном озере то все возможно ему все разрешено все разрешено и он прям такой весь закрепили так и что это был за грохот это не муж упал нет слава богу на одном открутил край не открутила ну ладно в общем обошлось без травм слава богу сразу сняли да ну правильно я сейчас буду собирать это все по полу ползать соберешь ну и вот еще вот эту рулонную штору хотел сказать ой не в потолок потолок нам не нужен только окно не разбей окно нам нужно ой господи вот так вот ремонт происходит так же пока это подготовка происходит с ума сойти не надо ничего снимать ну понятно да не надо ничего снимать и стираю я с ними вместе да да я ее постираю и вообще пускай они там так остаются новые ведь гардина там должны эти вы до ну на гордине новая гордина будет так а должны ну должны быть их же не отдельно покупают не знаю ну короче говоря ничего не снимаете вот сейчас надо подобрать у меня же в пакете есть такие они вот сейчас разные а у меня были прям они такие эластичные не ломаются ничего а некоторые вот нажмешь и прямо не какие-то сухие нет нет это другое качество вот этих вот крючком просто вот и все ну пригодятся короче говоря не часто часто ломаются потому что их туда-сюда защелкиваешь положить куда-нибудь он в прихожую брось потом уже все домой я думаю не повезем стирать пускай пока все здесь и потом уже выстирать сразу да там а в пакетике наверное вот под телевизором в этой в тумбочке по моему я клал до в пакете в комнате ну сейчас это в новый пакет в другое сейчас я пакет принесу положим не забыть куда и какие а вот это ну лучше дам не на дэсс но запыляться это факт они слушай они вообще не нужны и вот здесь пользуемся же вот этой верхней а вот эти вот они вообще не но если их открутишь там дыра останется до их знаешь как нужно сделать их просто раскрыть чтобы они вот так вот были наверное они гармошкой нет но они как-то же снимаются их за мой ответ это я мою просто их мама часто конечно не их тут у нее протирала ну она ими собственно и не пользовалась сейчас так на кухне пакетик то в кого ты встали возьми вот так если их часто протирать просто тряпочкой они не загрязняются их и не надо так вот уже так ковры снимаем ковры гардик эти тоже сняли железе они очень легко и снимали все там эти штучки такие вообще наверное их не будем прикреплять да их вот не знаю не нужно эти вот вообще открутите все если есть рулонная штора мне вот она нравится больше на этих только пыль собирается мой муж сейчас хотел выносить мусор и нужно было выбросить тарелки у старые тарелки там мама стояли которые не нужны и я когда приезжала в прошлое прошлый раз по делам и решила сделать доброе дело вывести эти тарелки мусорку положила их в мешок на мешок такой прочный был для мусора и что вы думаете я выхожу на площадку и мешок у меня этот рвется короче все эти тарелки ну там конечно тяжеловато было еще подумала что наверное не выдержит ну и что загремели эти тарелки квартир это у нас вот это на втором этаже эти тарелки полетели хорошо что не было никого никого тут нет осколки полетели на первый этаж и по всей лестнице и я потом это все собирала крупные собрала сразу взяла ведро но не все разбились некоторые я уже внесла снова домой сейчас уже муж носил и горит он когда выбрасывал в этот мусорный такой был грохот хотя вот хотя зачем ты выбросила в бачок когда можно поставить а может кому-то надо эти тарелки они же в общем тушь не совсем ну-ка кому-то в сад может быть кому-то чего может быть взяли бы кто-то такие вещи так вот не бросаю просто поставить надо было в мешке и все ну короче говоря был такой грохот я же глаза закрыла и думаю сейчас повыскакивают все соседи но никто не вышел никто может дома не был никого муж просто глазок посмотрели на этот ужас не знаю в общем я пошла все это собирать ну большие осколки естественно взяла ведро и ведро руками и потом уже взяла веник благо что веник есть и пошла сметать все эти осколки в общем дала себе работы думаю можем молит надо такое сотворить без приключений не бывает сейчас он разделала порезала селёдочку может оставлю здесь сама уеду сейчас чай заварю суп привезла из дома вчера сварила супчик рисовый с индейкой и котлетка там с картошечкой есть но потом гречку гречку поешь если там с тушенкой банки тушенка с гречкой есть картошка может как уж сварить если что вот так все может тут селёдочку но она была уже разделана и я только и лучку в общем масло и немножко уксус развела с водичкой оставлю нему здесь сейчас чайник закипит заварить чайную ему здесь и выпить есть кстати говоря и коньяк и водка водку не пьем это так осталось все и вино и на раза им чик такой вот древний эриван коньяк если куча откроет чем у нас вино стоит и дома полно и коньяки и вина там и все вот у меня любит он что-нибудь коллекционировать как хорошо когда муж не пьет не страшно не нужно прятать это вино как некоторые ужасно когда нельзя оставить ничего полоснем чайник ароматный мам еще чай здесь вот этот крупный она развес покупал все любительница была чая и вообще любила когда взять к ней приезжает и компанию могла поддержать даже я иногда говорю не хочу сегодня выпивать уже приезжаем на стол накроет я там что-то в общем мы продукт привозили на что-то сготовит вот муж чихает будь здоров надо же это нас что-то сготовит и всегда компанию поддерживала хотя так стопочку за четыре раза по глоточку вот такие вот дела что сейчас я уже буду собираться и могут поесть есть чего надо попить чай и идти на электричку так девочки я уже дома мужа оставила там ну а сама приехала на 1330 электрички в общем все ему там сделала все помогла перенести что в моих силах еду оставила в общем он там будет сражаться с линолеумом ну и посмотреть что там под линолеумом наверно ничего хорошего сейчас покажу что я купила заходила в пятерочку купила кое-какие продукты и так покажу вам сразу чек чек у меня если вам видно на 800 чем-то рублей так вот покажу что-то со скидкой что-то без скидки в общем вот так вот капуста капусту купила нравится мне в пятерке капуста над именно приплюснутая и уход в салат она такая не не горчит прям хорошая капуста и тушится быстро общем опять тушить надо мужу на работу и конечно так с одним тоже есть купила инди light просто фарш не хочу там ни с чем заморачиваться он завтра приедет на на второй половине дня хочу я просто рожочки отварить и ну как бы макароны по-флотски сделать и вот этот вот фарш обжарить с луком и сделать так я вообще люблю макароны по-флотски просто обожаю но с говядиной обычно ну вот тут сделаю с этой с индейкой не знаю ни разу не делала макароны по-флотски с индейкой ну попробуем но мучной конечно же меня очень тянет увидела пирог домашний с капустой и яйцом самой что-то печь не хочется а мучного прям хочу вот такой вот пирожочек купила с молоком с молоком городецким купила молока купила еще из мучного вот такой вот печенье обычно кофе брала это какая-то варенка что ли что-то давай варенка по моему деревенская варенка попробуем еще такое так купила хумус хумус и люблю с этими с орешками с кедровыми 94 рубля по моему стоил да и нравится мне даже вот утром вместо на завтрак на бутерброд очень такой сытный калорийная и полезная штука нравится можно конечно и делать самим горох нут отваривается и вот то что я привезла из из турции вот этот вот господи как он называется ну из кунжутных семечек вот это вот паста тахин тахин вот и его соединяют там ну что-то в общем рецепт есть такое приготовление хумуса вот ну вот это вот готовый в готовом виде побыстрее намазал на бутерброд и дело к стороне хумус конечно его долго варить ну вернее этот горох нут не хочется заморачиваться так купила два лимончика огурец уже не помню даже и почем вот эти вот перцы купил 230 с чем-то были болгарский был еще такой перец типа острова но он не острый но такой тонкостенный он был по 200 рублей взяла я лучше вот это две грушинки взяла то что я смогла выбрать они по 100 9 рублей груша желтая не знаю как на вкус а вот конференция которую я брала она была по скидке а сегодня уже нет по скидке была груша конечно вкусная а то прям сто восемьдесят девять рублей что-то не захотела уже такую дорогую брать так и взяла вот эти вот киви или три штучки разу не очень они мягкие но их положить все они ничего не будет в холодильнике полежат и они становятся мягкими так взяла я томатную пасту обыкновенную такую вот красная цена потому что везде сейчас и в поджарку и в капусту тушить тоже надо так взялась вот такую вкусняшку шоколадом вот прям что-то так захотелось что-нибудь чем-нибудь себя побаловать такую вот штучку взяла и хлеб хлеб взяла такой вот нарезки старославянский зерновой такой семечками с какими-то 44 рубля вот такая вот буханочка стоит вот и все мои покупки сейчас мне нужно пообедать потому что я ничего не ела даже чай не стала пить водички попила только и побежала а время уже четвертый час утром только позавтракали 3 сырничка я съела с кофе и все вот так вот все за делами даже некогда поесть все сажусь обедать вот такой у меня обед у меня рисовый суп с индейкой вспомнила что я варю зимой обычно этот суп харчо с курицы я варила обожаю суп харчо но жирно конечно но люблю когда будут холода конечно будет сварить и рецептик снять я думаю перчик порезала перчики витамина больше чем в лимоне поэтому надо что-то у меня муж-то приболел и что-то так подозрительно он обычно не не простывает я говорю горло как-то у него и насморк он горд ну вот я прошелся тут раздетый но сегодня мало того еще и купаться ходила игру зачем ты купаться пошел непонятно не знаю вот что-то там чахнет как бы не подцепил бы этот наш сейчас популярный вирус мой не дай бог вот в общем налила себе молока и подогрела половинку от этого пирожка ну и хлеб они маленькие кусочки такие остатки надо да есть которые мы с паском купали там они сами пекут вот такой вот обед всем неприятного аппетита и всем конечно кто сейчас за столом девочки все девочки мальчики наелась сижу не хочется шевелиться целый день можно сказать я не ела и уже почувствовал что я хочу есть когда пришла в магазин вот говорят не ходите в магазин голодными накупите всякой ерунды может быть я что такое уже и лишнего купила но все съедим же конечно и вот сейчас наелась так хорошо прям такая по телу разливается что нам для счастья надо поесть для чего человек живет работает для того чтобы поесть купить кстати сейчас я вспомнила что ну разделы же уже в халате вспомнила что мне надо в волдыри сходить скажет что на волдырс так часто бегает вот кофту же я перезаказывала вот эту ну на 48 размер но я ее конечно еще раз по мере посмотрю как она мне будет вот не знаю как то в общем посмотрю хотя мне вот так она понравился такие легенькие рукавочки вот именно вот фасон рукава применяет ну и она так скрадывает все ненужное вот и еще я заказала там шторы шторы такие мрамор туда в мамину квартиру в большую комнату чем мне туда надо шторы вот видела такие шторы гораздо дороже очень несколько раз дороже но качество я думаю такой же сейчас посмотрю на них волдыри с так же я заказала схожу нужно посмотреть нет ли брака наверно там придется развернуть чтобы потом снова не возвращать не носить хотя вот я когда покупала не волдыри с а покупала ну в отделе для штор вернее заказывала чтобы не там сшили вуаль дочери квартиру туда где она жила вот и ну как говорится не сразу их повесили прошло какое-то время может месяц может два просто я заказал это все заранее там шел ремонт и в результате когда я потом даже не заметил ну занавеска же такая большая да а потом когда развесили на окно и там такой вот брачок как бы вот может не то что зацеплено как-то вот как растянуто как вот так вот такой вот как капелькой раз 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 ну конечно там вот в этих блестках там тоже такие вот веточки волнистенькие шли по ну они сейчас идут короче говоря на этих шторах на вуале на этой но вот как-то вроде в складках и незаметно ну вот такой осадочек остался хотя там вот я заказывала гораздо дороже и уже этот отдел то ли он в общем-то мне неудобно уже было туда идти то ли этого отдела уже и не стало как у нас сейчас ты не придешь есть завтра придешь уже нет вот ну короче говоря вот так то есть надо сразу смотреть никому верить нельзя хотя ведь вот когда наверное отрезали вот эту ткань наверное же видели что там что-то не то шили когда кто его знает как она шила где она шила может кошка какая зацепила ну вот как то вот так вот прям вот так вот капелька идет может быть просто действительно брак в ткани не проработка какая кто его знает все надо проверять вот конечно а шторы объемная неудобно там будет на пункте выдачи проверять но надо хочу там проверьте уже конечно что не увижу и дом смотрю потому что валберс можно же течение двадцати дней по-моему до 21 дня можно вернуть если возвратный товар бывает что не возвратные товары в общем не хочется одеваться но у нас валперс недалеко ну надо сходить пойду схожу прогулялись в общем время пятый час позвоню мужу как он там как он там без меня поел ли или все там трудится он вот тоже как упрется робом он так и будет и повесь забудь а я уехала и покормить ты его никому ну ладно в общем вот так покажу вам что принесу так девочки я пришла и принесла шторы очень там проверила все нормально вот такие вот мрамор они так вот с таким блеском ткань такая приятная как бархатистая какая-то вот не толстые не тонкие в общем хорошо они просвечивать не будут такие прям приятные такие не знаю даже как объяснить но приятный я видел такие штур гораздо дороже не знаю может а мое качество другое я их не трогала но эти очень приятные такие они вот как-то драпируются хорошо хорошие цвет на сайте написан бежевый персик персик бежевый в общем что-то такое здесь написано просто бежевый изготовитель кострома монтебель так вот такой вот цвет и кофта в общем все пешевый все в тон вот ну все-таки решила я взять но я примерила еще раз там смотрели но я просто балдею от этого рукава ну и цвет такой приятный ну камера не так передает он такой вот какой-то пудровый что ли не знаю как как тут как на свет чтобы нормально передавала вот и так и да короче говоря камера все равно передает свет неправильно и штуры какие-то серые вот так вот девочки что-то а вот так вот поймала немножко вот так вроде бы да а шторы они тоже как-то такие вот такие вот нам близко показываю вам структуру ткани вот сейчас правильно передает вот такой вот рукав немножко до отличается потому что здесь креп а здесь трикотаж разные ткани горошек одинаково так вот все но на этом блок заканчиваю всем всего хорошего у меня уже вечер пять часов вечера день закончился в заботах и в приятном таком приобретение с вами была марина спасибо за просмотр подписывайтесь на мой канал ставьте лайки если понравилось дизлайки если не понравилось все как всегда и до следующих видео всем пока пока